Стас Аскет Агул Стас Аскет Стас Аскет Сколько я заработал на базе? Бля, реально база какая-то Сна рабочего дня Многоэтажная пицца и ЗБУ продуктов База кормит Бля, какая база нахуй Господи боже, что? Многоэтажная пицца Всем привет, предисловием к этому видео я хотел бы сказать следующие слова За все время существования человечества в мире было проведено множество всяких разных опытов, экспериментов в сфере химии, физики, медицины, музыки, кулинарии, в общем во многих сферах И многие из этих опытов, экспериментов, конечно же, были неудачными На сегодняшний день также проводится множество опытов в различных сферах А под такие видосы хавать можно? Они получаются удачными, какие-то нет, но в большинстве своем, чтобы прийти к какому-то уникальному и правильному, может быть, решению Приходится сделать множество ошибок Так вот, кулинария это именно та часть, где идеальность, она приходит со временем То есть изначально создать идеальный вкус, или там, может быть, не совсем идеальный, но отличный вкус Идеальный это, конечно, такое чрезвычайно сильное В общем, чтобы создать хороший вкус, то для этого потребуется, требуется какое-то время Вот, к чему я это говорю Собственно, что сегодня будет эксперимент в плане вкусового чуда, если можно так назвать Возможно, сегодня я, невозможно, а сегодня я создам новый вкус Не знаю, насколько он будет сильный, насколько его можно пускать в массы Но что-то необычное в этом все-таки будет Ну и в общем, с вами С базы возвращаюсь с набитыми авоськами продуктов Да что за база-то, блядь, можно нормально объяснить? ЧБ про Хесуса Кау Кау Я понял, что базы кормят, но что это за базы? Мусорка Молодец Луфрид, спасибо Ой, точнее Мады да Спасибо за подарочную подписку Ну и чего, блядь, не грузит-то клип Реально, пол поменяю, начну встречать Да, ебать, это мы видели уже У меня в голове всегда крутятся мысли на тему того, что можно из всего этого приготовить Так вот, сегодня в голове крутилось множество всяких разных мыслей на тему того, что из себя сегодня будет представлять мой ужин Так вот, давайте я вам начну сейчас представлять, что я набрал сегодня Мады, спасибо Это пекарный цех, пекарня, так сказать Если пора выражаться Ой, бля Вот такой один пакет теста Посмотрите, сколько его здесь много Ну, знаете, по запаху и на вид это добротное тесто В принципе, никакого негатива здесь нету В пакете оно, конечно, немножко подзадохнулось Но ничего страшного Нужно будет все-таки его попробовать на вкус И таким образом оценить, что же это за тесто Также есть еще и вот такой второй пакет Здесь тоже тесто Сейчас я его открою Ага, он тут завязан на узел Я сейчас возьму нож И просто отрежу пакет Нихуя кого, бля Че нахуй Откуда там этот, бля Крыс Пиздец Причем такой же, как смайлик Один в один Ебать, маус нахуй Ага, он тут завязан на узел Я сейчас Ля, сука, ебать Возьму н... Ля, нахуй Че то Акскор, спасибо Спасибо тебе большое, Санта, спасибо тоже Можь и просто разрежу пакет Уюта Видели, как маленький... Главное, что я нахуй... Наталья, сенок зевнул Выспался Ублять хочешь Сейчас вам тесто дам на пробу Из подобных пекарных цехов Он крыс поросятами называет? Очень часто попадается тесто Причем разничного... Мады, спасибо! Ты шо? Много попадается именно кислого Испорченного Такого, знаете, потрепанного Это вроде более-менее неплохое на вид Но, опять же, нужно будет его пробовать Это тесто сразу видно Немножко другого качества Липкое Это более сухое такое Вот такой огромный кусок Здесь его поменьше Сейчас хочу дать поросятам На дегустацию Реально поросят? Будете тесто? Ну, сука... Конечно, они тесто будут В общем, съедите, потом скажете Не буду отставать от поросят И сейчас также его попробую На мизинце у меня тесто из маленького пакета То, которое я дал поросятам И сейчас краем глаза вижу Что они его уже съели, по-моему Просто отложили Но суть в том, что им оно... Мне кажется, у вас такого теста реально можно отложить По запаху как минимум понравилось Сейчас я попробую его на вкус Входость-то какая Сразу могу сказать, что вкус очень насыщенный Очевидно, сюда вбухали добротно всего Добротно, добротно, блядь Отличается от привычных действий Вот таких вот пекарных цехов Обычно они производят тесто Продукцию какую-то Для массового производства Для массовых продаж А здесь, очевидно, готовилось что-то серьезное Забегая наперед, скажу сразу Что это далеко не вся продукция А я раздеваюсь сейчас Которая была сегодня на базе Я набрал кое-что еще Но об этом чуть попозже Вообще сегодня было множество всяких разных Недовыпечек Полусырых, разрушенных В общем, я набрал, как мне кажется Более-менее нормальные Сейчас попробую вот этот Холодно стало, да, стало холодно я раздеваюсь Щепотку теста И уже скажу свой вердикт Зачерпнул так, зачерпнул Забейте он хоть и с помойки Но очень хорошо выглядит Мне кажется, он наебывает всех Так же, как и наебывает папич Папич, который так же кричит, что он аскет Ему ничего не надо При этом, блядь, рекламирует все, что движется Нахуй И зарабатывает кучу денег Для аскета это как-то неподобающе Возможно, это то, что на самом деле Жрет, блядь, нормальный продукт По факту Ладно, ББФ стрипух Ой-ой-ой, Возилов Ну, давай-давай Меня, а я, а я Смотрите, Возилов, видите Стрипухе-то понравилось Телок за садки скидергать Ты, блядь, вспомни, какие телки вчера были Телки, телки Прошу прощения, девушки Одна меня уебком назвала Вторая, блядь, сказала, что смотрит Алешу, нахуй Вот, ээээ, да Ну, я и бланкс-то Можно мне бусику Май драконов, спасибо Сказать сразу, что это Тесто совсем другого качества Блядь, он когда будет готовить? Если так выражаться, то это низко пробует Расскажу потом, как на Хеос сосела ши А он сидел, терпел И хавал Я терпел Сейчас бы терпеть голову девушку Которая на тебе сидит Да, да, да Не, я терпел, когда он мне уебком назвала Я уже рассказал, кстати, да Ну, может быть, со стороны Твоих глаз Это смотрелось как-то иначе И по-другому Ты же видел, как ее там это самое, да? Ну Я не знаю, как со стороны это выглядело Ему обидно, что они на него сели Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Вот этот, наверное, положу пока на печку. А то он весь растекается. Электрошокер я также уберу. Сегодня он мне не понадобился. Да и вообще я использую его в самых экстремальных ситуациях. Сегодня таких не было. Сунифен, спасибо. Каурик, спасибо. Сыр? Ебать, откуда столько сыра? Ебать там... Ебать! Вообще довольно спокойный и совсем не... Бля, что у него хата такая странная? ...агрессивный человек. Не всегда пытаюсь урегулировать ситуацию разговором. Но не всегда это получается. Когда сталкиваешься с неконтролируемым агрессивным быдлом, то приходится зачастую делать физическое замечание. Бля, можно у меня такую же базу где-нибудь? Так, ну что, я продолжу распаковку. Где эта база находится? Так, здесь у меня... Сейчас посмотрим. Ой, блядь. Ага, это такие булочки разрушенные. А это уже вещь более интересная. Разрушена твоя башня, а булочки какие-то пожевутые. Сейчас покажу вам. Если получится развязать. Ага. Бля, это-то что-то. В общем, это морская тематика. Что-то типа морской капусты или... О, блядь. А, это, знаете, скорее всего, вот эти грибешки морские. Пока рейси сделаны. Смотрите, целый пакет. Запах вроде приятный пошел. Но опять же, нужно будет пробовать. Дальше идет морская капуста. Почему я ее и вспомнил. Но только уже настоящая. В общем, вот такой целый пакет. Черный, ничего не видно. Сейчас нужно будет принести какую-то емкость и пересыпать. Лаванда, спасибо. Ничего лучше не придумал. И решил взять вот такое ведро. И прям в него бомбануть весь этот пакет морской капусты. Пакет, кстати, протекал. Так что я его взял и замуровал в несколько вот таких. Я что-то мне пока не понимаю, зачем он смотрит. С какой целью. Сейчас мы сейчас опустошим. Просто типа и все? Капусты получилось практически пол ведра. Посмотрите. А, тут даже, знаете, не только капуста. Еще есть баклажаны. Вот такие. Очевидно, тоже в том же маринаде были сделаны. Посмотрите. Вот такая ситуация. Сок из нее практически весь вышел, вытек. Так что, скорее всего, ее нужно будет промыть под проточной водой. И уже затем что-то с ней делать. Сейчас я резко перескочу на рюкзачок, который до сих пор еще находится... Блядь, что у него за квартира или дом, я не понимаю. Я бы даже сказал, он будет являться основой сегодняшнего видео. По крайней мере, я на это рассчитываю. В общем, вещь довольно ювелирная, я бы сказал. Так что рюкзачок лежал отдельно сзади. И сверху у него ничего не было. Ебать бутылок. Это пиво? Оболонь? Когда речь заходит о тесте, выпечке, да и в целом, о исходном материале для выпекания, то я всегда сторонник собственного производства. Я всегда знаю, что я ложу, сколько чего нужно и так далее. Жаркое из легких, посмотрите. Даркнет, спасибо. Когда находишь этот материал в целом и уже готовом виде, то ты, в принципе... Давай сейчас перемотаем. Рука, ну этот вообще, гляньте, с шишкой какой-то что ли. Изъяны налицо. Ну ладно. В общем, нас это не должно интересовать. Главное, что... Ну да, какой-то старый баррель внутри этого пирожка. А то как он выглядит, в принципе, не особо важно. В общем, вот самое основное, что нам сегодня для легких депресса. Вот такие вот коржи небольшой формы. Сейчас я их вот сюда буду выкладывать понемножку. Да, попались и вот такие рваные коржики. Коржи в большинстве своем. Мазы нахуй. Ружи полноценные. Целенькие. Я не зря положил отдельно назад на багажник своего лайбодрона. Вот видите, он треснувший. Да, начинают уже разлезаться, разлетаться. Нужно аккуратно сейчас подоставать их все. Насколько у меня это получится. Вот этот целенький полностью. Этот тоже... Короче, понятно. Жив. Более-менее ровный. Абсолютно разный. Я буду использовать те продукты, которые у меня есть. Те продукты, которые я привез сегодня. Или, быть может, те продукты, которые я привозил гораздо-гораздо раньше. В общем, я соберу все, что... Не смей мотать. Да вы ебанутый, 40 минут длится видос. Из чего можно сделать начинку. И между коржами буду ее засовывать. Должно получиться что-то вроде, возможно, быть может, многоэтажной пиццы. Не знаю. Не придумал еще название этого. Как у него сам популярное видео на канале. Так и назову. Должно получиться... Лучшая солянка из БУ продуктов. 1 миллион. Рождение... Итак, в качестве начинки для сегодняшней многоэтажки. Ржавая селедка. В первую очередь выступят сегодняшние друзья-товарищи. Вот эти гребешки. Экскурсия по дому. Сейчас я возьму пакет. Ужин за 0 рублей. И пересыплю их. Свиная шкура в маринаде, бля. Так, а ну отваливай. Но... Да что ты не отпадаешь? В общем, ладно. Вот так возьму. Пересыплю их. И обязательно, конечно, их нужно промыть. Также, помимо гребешков, в качестве начинки... Даже не знаю, как комментировать. Я буду использовать вот эту морскую капусту. Которую сейчас нужно будет также вымыть под струей воды. А, ну и, конечно же, наверное, можно будет запихнуть еще вот эти вот баклажаны. Это что касается сегодняшних пациентов. Теперь нужно взять остальных игроков сегодняшней игры. Возьму шостку вершковую. А что она вся какая-то потертая? Янтарную. Также нужно будет взять Бэйби Бэлла. Я думаю, штучек пять. И что еще? Ну, наверное, ананас. Я думаю, будет правильнее. Обалдеть, появились морки. Помойки. Вот это да. А, ну, смотрите, конечно. Что, все потерто? Нижняя часть начинает плесневеть. Нужно было распечатать его и съесть еще раньше. Ну, в общем, сегодня он пойдет в многоэтажку. А чтобы не зачитать это тесто, и чтобы оно не обветривалось, чтобы в пакет ничего не попадало. Ё-моё. Я сейчас, наверное, его заверну в чистые пакеты и уложу в морозилку. До тех времен, пока оно мне не понадобится. А пока стол постепенно заполняется начинкой, я сейчас возьму и быстренько с прошлых видов открываю. Капусть сливается. Делать свой фирменный маринад лука. И сейчас нужно его хорошенько перемешать. Вот этот горошек зеленый. Также беру оливки. Это неизвестная банка сейчас будет. Не мотать. Да я не хочу весь видос смотреть здесь. Ну, как бы, не. Я вообще хотел посмотреть масляник.